Я почитаю стихи не своим начали, а от белорусского поэта Андрея Скаринкина. В лучах янтарного заката, Светвей лесных стекает медь, Как бы подрогшие цыплята Яйцо земли решили сесть. Вот так и мы в изнеможении Летим в иное бытие, Едва заметны легкой тенью, Скользя по жизненной стезе. Такое немножко необычное называется «Женщина-встричка». Как сладко двигается женщина с цветами, Уставшая от каторжных работ. Она во сне, в лиг под небесами, Когда кругом веснуется народ. Она все ниже, фронется к букету, Сырой благоухающий жасмин. Она сама отстать любому цвету, И так лицо ей измора сидит, И видится нездешние просторы, Улыбка на устах ее видна, Таких людей отходят контролеры, И даже облетает сатана. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий небольшой цикл – это Наши поэтессы Сабутовского угловода, У нее такой чердомин «Линдрайдор». Наверное, я из той породы, Кому всего милее прось, И строгость северной природы Не навевает сердцу грусть. До боли русские березы, Их нежно-трепетный уют, Когда весной приходят грозы, Они сережки не цветут, Когда весны благоуханные Разносят ветер аромат, Похожий на первозданную земля, Цветущая, как саду. Душистых ландышей поземка, И вышит их цветами лук, И речки синий огоемка, И звон малиновый вокруг, То ли с ближайшей колокольни, То ли откуда-то с небес Плывет дорога и улокольная, И звон разносятся окрест. Аплодисменты стихотворения, посвященные мужчине. А кто сказал, что мы с тобой в Непале? Давай присядем к тихому костра, И будет петь сирианская гитара, А нас с тобой до самого утра, И будет ночь, Под звездным покрывалом. Для нас двоих и ласки разори, И кто сказал, что мы с тобой не пара? А для кого в округе соловьи, Для нас с тобой весенние рассветы, Для нас с тобой и песни у костра, И все, что могут сочинить поэты, Для нас с тобой и завтра, и в чат. Разливается истома, Вниз и вверх по животу. Слышишь, солнышко, ты дома? Скоро я к тебе приду. Подожди меня, родная, Ты дождись меня, дождись. Эх, дороженька кривая, Распудряла эту жизнь. Выводи меня, дорогушка, Выводи меня, скорее, Прямо к милому порогу, Встреться, родная, у дверей. Помоги, Господь, добраться, И с долгами разобраться. Эх, любимая, заждалась Мое счастье рядом с ней. Разливается истома, Вверх и вниз по животу. Слышишь, солнышко, ты дома? Скоро я к тебе приду. Ну, прочитаю еще стихотворение Константина Бальморода. Я буду ждать тебя ночью дня, Я буду ждать тебя года. Ты манишь сладко и исключительно, Ты обещаешь у нас всегда. Ты вся безмолвая несчастье, Случайный свет, вон, где зимой, Неизъясненное слово страсти, Еще не поздно, но она, Своя смешка, печень, кроткая, Лицом всегда складывала мыс Своей неровной походкой, Кроватых, но неходких птиц, Ты будешь чувствовать тайно спящие, И знаю, не затмить слеза Твои куда-то прочь летящие, Твои неверные глаза, Не знаю, хочешь, что ты радости Куста к кустам, Прильнуть ко мне, Но я не знаю высшей сладости, Чем мы с тобой наедине, Не знаю. Смерть эта нежданная И нерожденная звезда, Я буду ждать тебя, Я буду ждать тебя всегда. Игорь, если можно попросить, да, Пару стихотворений еще, Потому что регламент у нас. Своё еще последнее. Да, 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 хорошо. Ну, оно только маленькое. Хочу я верить, что весна придет, Как чудо обновления, Как искажение хандры, Как чувство яркого освечения, И обжигающий огонь Растопит холодок прозрения, Наносит капель гамагов, Старизмет, как чудо пробуждения. Спасибо, Илья. Итак, дорогие друзья, вы имели радость слышать, да и видеть Замечательного поэта и чтеца, Города-героя Ленинграда, Игоря Прокопова. Плажменты. А теперь, дорогие друзья, хотелось бы вашему вниманию Подставить в выступлении замечательной поэтессы, Тоже Города-героя Ленинграда, Екатерина Коновальчук. Встречайте. Спасибо.